Дети. Большинство, слыша это слово, представляют себе радость, эмоции и беззаботность. Дети и правда дарят на море позитива, но нередки случаи, когда из-за неправильного воспитания или агрессивного окружения дети идут на ужасающие поступки, в которые не хочется верить. В 2006 году в Британии произошел ужасный случай. Во время перекура из госпиталя вышла медсестра, и тогда на нее напал на тот момент 18-летний парень Стюарт Харлинг. Мотивов для преступления не было, и тем не менее он нанес работнице 72 ножевых ранения, после чего скрылся. Годом позже состоялся суд, в ходе которого Харлинга приговорили к пожизненному заключению. Мать убийцы назвала сына жертвой видеоигр. В 1957 году прошлого века в Англии родилась девочка по имени Мэри Белл, которая в будущем стала жестокой убийцей. Детство у Мэри было непростым, отец не приносил денег в семью, а мать страдала психическими расстройствами. Неудивительно, что в такой обстановке психика девочки пострадала. В возрасте 11 лет Мэри вместе со своей подругой задушила трехлетнего мальчика, а еще через некоторое время ими был задушен мальчик с 4 лет. На теле одного из убитых Белл даже вырезала свои инициалы. Девочку арестовали и отправили в тюрьму, но из-за проблем со здоровьем она вышла в 1980 году и теперь живет у себя на родине под другим именем. Четыре года назад чудом выжила девочка по имени Пейтон Лютнер. Она встретилась со своими 12-летними подругами Морган Гейзер и Аниссой Вейер в лесу, чтобы погулять. Когда поблизости никого не было, Морган и Анисса повалили подругу на землю и принялись наносить ей удары ножом. Преступницы убежали, бросив Пейтон, но девочка пришла в себя и чудом выжила. Оказалось, что подруге нанесли 19 ножевых ранений и все это ради воли мифического персонажа Слендермена. После судебных разбирательств девочек оправдали, так как обнаружили у них психические отклонения. В марте 2011 года родители на тот момент 12-летнего Кристиана Фернандеса поручили ему на время присмотреть за двухлетним братом. Но Кристиан по непонятным причинам принялся избивать брата, да еще и с такой силой, что тот через два дня скончался от перелома черепа и кровоизлияния в мозг. Фернандесу не смягчили наказание за юный возраст и приговорили его к пожизненному заключению. И таким образом он стал первым подростком в США, получившим такой срок. Госпрокурор заявила, что такое наказание является вынужденной мерой, дабы обезопасить людей от юного убийцы. Всего три года назад в штате Оклахома от рук 18-летнего Роберта и 16-летнего Майкла Бивер пострадала и же собственная семья. Используя ножи, братья убили братьев, сестер и родителей. Скончалось в итоге пять членов семьи, и только 13-летней сестре удалось выжить благодаря своевременной и грамотной работе врачей. Сейчас оба брата отбывают в тюрьме пожизненные сроки, а этот случай стал одним из самых шокирующих в Америке. Несмотря на то, что Канада считается одной из лучших стран в мире для жизни, и там происходят шокирующие события. В 2006 году родители 12-летней девочки Жасмин Ричардс были довольны ее новым парнем, 23-летним Джереми Штайнке. 22 апреля того же года Джереми пришел в дом родителей девочки и хладнокровно их убил. После этого он сказал Жасмину бить ее младшего брата, после чего девочка ударила его ножом. Штайнке подошел к мальчику и перерезал ему горло. Ричардс осудили за свое участие в убийстве и назначили наказание в виде 10 лет лишения свободы. Джереми получил пожизненный срок. Почти 14 лет назад 11-летняя девочка из Японии поссорилась в ходе интернет-переписки со своей одноклассницей Сатоми Митарае. Когда во время обеда школьницы остались одни в кабинете, обидевшаяся девочка подошла к Сатоми и канцелярским ножом перерезала ей горло. После этого она, как ни в чем не бывало, со следами крови на одежде отправилась на урок. Уже мертвую девочку обнаружила учительница, после чего вызвала полицию. Убийцу осудили на 4 года колонии, а ее имя так и не разгласили. До 13 лет над мальчиком по имени Эрик Смит постоянно издевались из-за его внешности. Очки и форму ушей не давали покоя сверстникам. Естественно, подросток не мог всем ответить и копил ненависть глубоко внутри себя. 2 августа 1993 года Эрик задушил 4-годовалого ребенка, после чего изнасиловал его веткой. Смиту поставили диагноз «эмоционально неустойчивое расстройство личности» и отправили в тюрьму. Отбывает наказание жертвы издевательств верстников до сих пор. В досрочном освобождении ему отказывали не раз. Сам Эрик писал семье убитого мальчика письмо с извинениями. Широкий резонанс в 60-х годах прошлого века получила дело Аркадия Нейланда. Аркадий родился в 49-м году в Ленинграде. Он был проблемным ребенком и в 12 лет мать сдала его в интернат, из которого он сбежал. Через время подросток решился на ограбление. Под видом почтальона он пришел в квартиру 37-летней женщины и ее маленького сына. Довольно быстро Аркадий зарубил топором жильцов квартиры, после этого сфотографировав трупы. Нейланда задержала милиция и в ходе следствия он полностью признал свою вину, надеясь, что его отпустят. В 64-м году 15-летнего парня расстреляли, хотя по закону смертная казнь распространялась только на совершеннолетних. Одним из самых масштабных и кровожадных подростковых преступлений до сих пор считается массовый расстрел учащихся в школе Колумбайн в 99-м году. 18-летний Эрик Харрис и 17-летний Дилан Клибблт были любителями агрессивных видеоигр, а также испытывали проблемы с психикой. Парни выкладывали видео, в которых демонстрировали оружие и всем видом показывали, что настрой у них недоброжелательный. Никто не придавал значения их поведению, но 20 апреля они ворвались в школу Колумбайн с оружием и взрывчатками, после чего убили 15 человек. 24 человека ранили и после этого покончили с собой. Этот ужасный инцидент повлиял как на систему безопасности в школах, так и на культуру. Происшествие до сих пор упоминается в песнях и при него снимают кино, в числе которых фильм класс, можете посмотреть. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok